Добрый вечер всем! Мы выходим в эфир из города Капышвар, Пенгрия. Сегодня у нас 19 сентября 2022 года. Мы находимся в ожидании начала чемпионата мира по спортивной ловле карпа 2022 года. После двухлетнего перерыва в чемпионатах. Это как бы эфир, просто небольшая заметка, коротенькая, о том, как прошел день в сборной. И также немножко о планах сборной на завтра. На ближайшие могут еще пару дней, хотя какие там планы. Сегодня с утра, как всегда, ребята встали полшестого утра, поехали размяться, потренироваться, попробовать побросать. Для того, чтобы ребята подошли к чемпионату не закрепощенными. Все-таки, если несколько дней не разрабатывать руки-плечи, то потом со старта тяжело начинать. А так они как бы подойдут более-менее разогретыми. После того, как они потренировались, они вернулись обратно. И мы были на связи с фирмой, с магазином, который нам должен был дать в аренду кемпинговое снаряжение. До того, как оно попало к нам, ребята уже успели пойти в этот магазин. И я так понимаю, что магазин был просто счастлив. Потому что, по словам нашего главного тренера, наша сборная оставила там в районе полумиллиона форентов. Так что для магазина эти чемпионаты, конечно, возможность сбагрить все, что у них лежит, все, что у них залежалось, не покупается венграми. Потому что для венгров это может быть дорого, а вот для нас это совсем недорого. Ну, короче, они там все скупились, они вернулись. Потом как бы мне женщина, девушка, которая отвечала за весь кемпинг Ливия, она мне написала, что я сейчас к вам приеду. А через пару минут написала, что извините, не приеду, потому что к нам зашла сборная Латвии, по-моему. То есть тоже скупили там полмагазина. Вот. И, ну, опоздания никакого не было, потому что изначально мы не определили четкое время, когда они привезут. Это было между 10 и 12. Вот. Короче, в районе 12 часов они приехали, они привезли. Они привезли палатки, кровати, стулья, карповые маты. Причем, как я уже раньше говорил, из-за ошибки, которая была допущена в предварительном определении, кто есть кто, и то, что нас спутали со сборной Газахстана. Добрый вечер всем, кто нас смотрит еще раз. В итоге нам они были вынуждены дать новое снаряжение. То есть практически мы получили две новых палатки, мы получили два новых карповых мата. Ну, как бы стулья, кровати юзанные, поверженные, но, в общем-то, это же не так и важно. Тем более, что не будет так много времени у ребят отдыхать. Я верю в то, что будет работа, будет клев. Вот, мы отблагодарили эту Ливию, мы, в общем-то, сделали небольшой подарок. Спасибо моей жене, которая помогла в выборе товаров, продукции «Мертвого моря». Ливия была просто ужасно обрадована, и она уже после того, как они уехали, она еще несколько раз мне писала слова благодарности. Спасибо огромное за такой шикарный подарок. Но она просто сама даже не понимает, насколько она нам помогла. То снаряжение, которое сборная наша брала в августе, в другом месте, это было полное, я уже говорил, полный дрэк. Полуполоманное, полупорванное, вообще ужасное. Без дна, без стенок, палатки. Ну, короче, это был кошмар. Вот. И по деньгам я не могу сказать, что то снаряжение, что мы брали в августе, стоило намного дешевле, чем... Не обращать внимание, что я оборачиваюсь, там просто бродит наш главный тренер, который почему-то отказывается показываться людям. Я не знаю, почему. Она стесняется очень. Вот. Короче, снаряжение получили. Еще получили вдобавок в подарок, ну как в подарок, бесплатно, три стола хороших, пластиковых, на которых можно будет там поставить газию и варить пищу, и кушать. Вот. И после этого мы поехали втроем, как бы Олег за рулем, Гена и я поехали на регистрацию сборных, на официальный пункт встречи. Там уже, когда мы приехали, там сидела сборная Польши, регистрировалась, а до них как раз прошла сборная Италии. Ну, как бы тоже некоторые знакомые лица были, но, в общем-то, я лица плохо запоминаю. Гена-то вроде кого-то узнал, ну не знаю. Вот. После поляков пошли мы. Был там казус, я про него писал в своем отчете, о том, что я поставил видео, камеру как бы на запись, на запись видео, и как бы забыл включить микрофон. А так как он не был включен, то, соответственно, телефон звук вообще не записал. Ну, я потом уже буду, когда обрабатывать все видео, что у меня собирается, я там сделаю чисто голосовую озвучку, о том, о чем идет там речь. Там ничего особо такого нет, потому что нужно просто сверить, что их записи соответствуют тому, что мы им присылали, а они не соответствовали, сразу говорю. То, что я им посылал еще буквально две недели назад уточнение в составе сборной, потому что Юра Каганович, к большому сожалению, поехать не смог. И пришлось из этого менять состав. Ну, не состав, как бы менять состав. Ну, в принципе, да, состав получается, потому что вместо двойки Юра Кагановича и Вадим Златкин зашла фактически двойка Вадим Курбатов и Влад Ируткин, ну, и Сергей Курбатов, извините. Вот, а Вадим Златкин, он перешел в запасные вместе с Костиком. Ну, и заодно, как естественно, все наши запасные, это всегда, как бы они же еще и раннеры, то есть помощники, которые помогают капитану и тренеру следить за событиями. И все это было подано в Федерацию спорта. И не знаю, куда оно ушло, я не знаю, но в документах, которые нам дали, там все было по-старому. То есть, как бы старая двойка Владкинка-Каганович и так далее. Ну, в общем, на ходу пришлось все черкать и смотреть. Одну секунду, я скажу пару слов на языке. Амир, есть еще дорбы в вид, что я лишь нещеду разы, так, или роту, либо поддавший, либо Фейсбук. И, короче, все там поисправляли. Нам дали подарочные наборы, это так смешно. Подарочные наборы, это кружка, значок и пару бумажек. То есть, проспекты, куда я его делал, не помню. Ну, ладно, там просто проспекты о городе Капошвар. Вот, единственное, что как бы нам, как представителям сборной, капитану и менеджеру, нам как бы дали маленький подарок от... Но это у нас остается до субботы. У нас тренер жесткий, у нас сухой закон, даже пива нельзя. Поэтому алкоголь у нас будет только в субботу. Уже по окончании турнира и, как говорится, после того, как мы получим свои золотые медали. Вот. После того, как мы зарегистрировались, в общем-то, уже не было особых дел. Кто-то пошел отдыхать просто... Потому что, вы же понимаете, да, каждый день вставать в полшестого, для многих это достаточно тяжело и непривычно. А ложатся люди поздно, именно потому что кучу вопросов нужно обсудить, всяких мелких дел завершить, посоветовать, посоветоваться. Поэтому люди ложатся поздно, а встают рано. Ну, в общем-то, надо отдыхать. Поэтому кто-то лег спать, а кто-то пошел гулять по городу, кто-то поехал опять же в магазин. Так что всем было занятие. И вечером мы просто еще раз съездили в тот же самый ресторан, который я уже упоминал, где очень вкусно кормят, чтобы поужинать. В этот раз полностью осилить все я не смог. То есть старею явно. Вот, потому что в прошлый раз я съел все. Вот. И в этот раз я взял себе другой супчик. Ну, короче, я не буду об этом говорить, потому что я так вижу, что очень многих почему-то раздражают мои рассказы о том, как нас тут вкусно кормят. Типа, мы должны тут, наверное, сидеть в проголоде, пить воду, есть сухари. И, кстати, сухари. Сестра моей жены насушила нам сухарей. Я вчера их достал, поставил нам тут на стол. И мне пришлось буквально силой отбирать эти сухари у нашего тренера и у себя самого, потому что не то, что там они прям какие-то супи, но вот они как-то так легко пошли, как семечки. Вот ты сидишь, чем-то занимаешься, потом замечаешь, что полпакета сухарей уже ты умял. Вот, в итоге я наступил себе на горло, отсыпал большую часть этих сухарей и отнес их спортсменам. И в итоге получил кучу благодарностей. Заливаю, как хорошо, как вкусно. Вот. Все. Как бы сегодня день закончился. Погода была... Опять же, был чуть-чуть дождь. Причем, как был ливень несколько раз. Но тут ливень, он буквально пять минут, и все. И тут же выходит солнце, голубое небо. Я так понимаю, циклон прошел мимо, он уходит. И плюс-минус уже как бы дальше будет, возможно, будут дождь, дожди. Но так и мелкие. Сейчас вечером я дождя не слышу. Мы когда ездили, тоже дождя не было. Ну, завтра в 10 утра будет первый брифинг капитанов. И будет первая жеребьевка. Жеребьевка зон троек. То есть какая из двоек попадает в какую зону. А уже в среду будет жеребьевка, то, что мы называем секторами, а не называют рингами. То есть уже какая из этих двоек в этой зоне попадает в какой конкретный номер ринга. Так что завтра после 10, в принципе, опять же будет свободное время. В 6 часов вечера церемония открытия, церемония поднятия флагов на сцену. Ну, в общем-то, и все. И потом до среды, до 8 утра, как бы, опять же, спортсмены будут сидеть и нервничать. А в среду в 8 утра мы все едем на второй, так называемый, брифинг капитанова, где будет вторая жеребьевка. После чего команды начнут выдвигаться в свои зоны. Если вы читали правила ФИПС, то в 10.30 разрешено заходить, переступить через ленточку. До 10.30 можно выгрузить все снаряжение, положить его рядом над землю. Но заходить за ленту нельзя. Когда звучит первый сигнал, можно занести снаряжение, начать ставить лагерь. Ну, как бы, все делают по-разному. Я тоже смотрел. Есть те, которые спокойно ставят палатки, там все. Потом начинают, уже приступают к разворачиванию удилищ. А есть те, которые первым делом удилища. Если мне не изменяет память, то разрешено вроде бы как маркириться. Мы записали это как один из вопросов на завтрашний брифинг. Можно ли маркироваться между 10.30 и 12.30. Некоторые удилища разворачивают и уже, в принципе, они готовы к бою. У них еще до заноса в сектор. Просто лежат уже готовые. В общем, каждый по-своему. Ну, вот. И все. Свисток 2.12.30. Начинается соревнование. Соответственно, до субботы 12.30. Экшн. Все верят в победу. Мы, естественно, тоже верим в победу. 28 стран. Это вам не хухры-мухры. Очень серьезный чемпионат. Я таких не помню. По такого количества. И как бы местные, я так понимаю, тоже не сильно рады этому. Из-за того, что чем больше стран, тем меньше хороших секторов. То есть приходится ужиматься. Секторы становятся маленькими. Ринги. И многим попадают плохие. Так скажем. Вот. Ну, в общем, плюс-минус это все за день. Ничего больше такого особо интересного не было. Постоянные заседания сборной над картой. Обсуждение тактики, стратегии, вопросов и так далее. Ну, это обычно нормальная работа сборной. Вот. Сборная, опять же, повторяюсь, на мой взгляд, очень хорошая. И с точки зрения психологической, и с точки зрения подготовки. Готовы рвать всех. Серега, привет. Вот. И когда я завтра смогу выйти, смогу ли, я не знаю. Потому что так как в 6 будет церемония открытия, я не знаю, сколько она продлится. Я боюсь, что мы только к 10 часам вернемся домой. А вставать надо очень рано, поэтому желательно и лечь. Так что не знаю, не обещаю. Значит, завтра, может быть, днем, между вот брифингом капитанов и церемония награждения, может быть, я еще там скажу пару слов, если будет что-то интересно на брифинге. Вот. Так что всем огромное спасибо, кто смотрит, кто пишет какие-то комментарии. Как бы комментарии на... Я вот даже не знаю, когда он мне пишет, что у меня большие проблемы с интернетом, продолжаете ли вы меня видеть, или я у вас зависаю. Честно, мне непонятно. То есть я вижу, что дальше, что люди присоединяются к эфиру, но как бы что происходит у них на экранах, я не понимаю. Ну, я уже говорил вчера о том, что 13 человек на одном Wi-Fi сидит, и все смотрят видео, и как бы понятное дело, что это не может не сказываться на полосе пропускания и возможностей каждого. Вот. Ладно, будем на этом закругляться. Как я сказал, завтра я попытаюсь. Получится, получится, не получится, значит, тогда уже ждите. А, я понял, Сергей. Да, ну, я так и предполагал, что я зависаю. Уже если как бы завтра не смогу, то послезавтра я смогу выйти в интернет, в эфир прямо с озера. И это будет, ну, не раньше, я думаю, чем 4 часа дня, 5 часов. Пока соревнования начнутся, беготня, как бы не буду загадывать. Но я буду стараться писать что-нибудь на Фейсбуке, если будет что-то писать, так что следите. Если хотите, чтобы я передал кому-то привет, и пишите это в комментариях, извините. Мы можем передать приветы не только нашей сборной. Можем передать приветы и молдавской сборной, и украинской сборной. Все здесь. Так что всем спокойной ночи, нам тоже спокойной ночи. Спасибо всем. И до встречи. Все, всем пока.